Урок математики, раздел 4b. Способы решения задач. 2 класс, урок 118. Тема. Путешествие в Алматы. Закрепление. Цель обучения. Анализировать и решать задачи на увеличение уменьшения числа в несколько раз. Кратное сравнение. Составлять и решать обратные задачи. Открой учебник на странице 34. Прочитай. Какова цель нашего урока? Анализировать и решать задачи в два действия. На этом уроке мы продолжим наше математическое путешествие. Сегодня ты узнаешь о достопримечательностях Казахстана, которые часто посещаются туристами. Устный счет. Найди значение выражений и ты узнаешь, сколько школьников посетило эти достопримечательности за время каникул. Вспомни порядок действий. Вычисли, запиши ответ. Проверь. 300. Чарынский каньон – это глубокое живописное ущелье. Одно из красивейших мест Казахстана. Чарынский каньон сложен из осадочных пород и имеет весьма солидный возраст. Более 10 миллионов лет. На протяжении многих столетий сама природа трудилась над созданием этого удивительного рельефа. Многие его называют младшим братом американского Гранд-каньона – самого большого ущелья на Земле. Космодром Байконур – это уникальнейший комплекс сложнейших технических сооружений, равного которому больше нет. С Байконура были запущены первые в мире искусственные спутники Земли, Солнца, Луны и Венеры. Именно с Байконура был осуществлен первый в мире полет человека в космос. Впервые в мире. Эти слова не раз звучали на всю планету, когда космодром Байконур проводил уникальные запуски и эксперименты. Космодром Байконур расположен в Казахстане, на берегу реки Сырдарьи. Центр космодрома находится в городе Байконуре, где живут специалисты и военные, обслуживающие космодром. Вычисли, запиши ответ. В 48 школьников посетили мавзолей Хаджи Ахмеда Ясауи, города Туркестан. На юге Казахстана, в городе Туркестане, находится мавзолей Хаджи Ахмеда Ясауи. Одна из главных святынь региона. Мавзолей возведен в XIV веке Тамерланом, на месте погребения суфийского поэта и проповедника Хаджа Ахмеда Ясауи. Мавзолейный комплекс состоит из дворцовых залов, мечетей, библиотеки, жилых и хозяйственных помещений. Мавзолей признан шедевром центрально-азиатского зодчества. Вычисли, запиши ответ, проверь. 90. Ребят посетила мавзолей Айшабиби города Тараза. Одной из визитных карточек современного Тараза является легендой о любви Карахана и красавицы Айшибиби. Эту пару нередко называют Ромео и Джульеттой Великой Степи. Молодой правитель влюбился в прекрасную Айшу, дочь знатного богача Хакима, ученика Ахмеда Ясави. Девушка тоже полюбила молодого Карахана, но отец отказался выдавать ее замуж, так как юноша, хоть и был правителем, не мог похвастаться знатностью рода. Влюбленная Айша вместе с няней сбежала от отца. Узнав об этом, Хаким проклял ее, сказав, что девушка перейдет шесть рек, а седьмую не сможет и будет лишь издалека видеть шапку возлюбленного, но близко не подойдет. На одной из рек Айша спустилась к коня умыться. В головной убор, оставленный на земле, заползла змея и ужалила красавицу. Зная о приближающейся смерти, девушка послала весть Карахану. Тот немедленно приехал с имамом, дабы провести обряд бракосочетания. После обряда Айша уже с законной женой умерла у него на руках. Юноша же так горевал, что построил в ее честь величественный мавзолей, который хранит память о его возлюбленной. Всю свою оставшуюся жизнь Карахан ухаживал за мавзолеем Айша Биби. И завещал после своей смерти соорудить свой мавзолей в Таразе так, чтобы его можно было видеть, находясь прямо у мавзолея Айши. Вот с какими интересными достопримечательностями ты познакомился на сегодняшнем уроке. А сейчас вспомни, как решать задачи. Прочитай задачу. Представь себе то, о чем в ней говорится. Выдели условия и вопрос. Запиши условия кратко или выполни чертеж. Подумай, можно ли сразу ответить на вопрос задачи. Если нет, то почему. Что надо узнать сначала, что потом. Составь план решения. Выполни решение. Проверь решение и запиши ответ. Задача. Реши задачу на странице 35 номер 2Б. Используй краткую запись. Запиши решение и ответ. Проверь. В поездку отправилось 68 человек. Если ты решил задачу по действиям и получил такой же ответ, значит задача у тебя выполнена верно. Ты молодец. Формативное оценивание. Составь задачу по краткой записи. Запиши. Выполни самостоятельно. Используй памятку. А теперь составь и реши уравнение по таблице на странице 35 номер 4. Вспомни правило, как найти неизвестный компонент. Будь внимательным, и у тебя все получится. Ты можешь составить простые и сложные уравнения. Не забудь, что для того, чтобы решить сложное уравнение, его сначала надо упростить. Рефлексия. Проанализируй свою работу. Проанализируй свою работу. Сделай вывод. Достиг ли ты цели урока? Уверена, у тебя все получилось. Оцени свою работу на уроке. Что удалось? Какие трудности возникли? О каких достопримечательностях Казахстана ты узнал? Расскажи о них своим близким. Перейди по ссылкам в маршрутном листе и узнаешь много интересного об этих замечательных местах своей Родины. Внимание! Все выполненные задания в тетради сфотографируй и отправь мне на проверку. Удачи! Я жду твою работу. До свидания!